Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале в гостях Михаил Бородянский, и мы вернемся к обсуждению вопроса, который обсуждали буквально пару дней назад. Вопрос звучал таким образом. Как отличать сопротивление судьбы, которое необходимо преодолевать, чтобы добиться успеха в чем-либо, от знаков предостережений, которым нужно прислушиваться и отступать от заданной цели. Некоторые философские учения учат тому, что успех стоит на фундаменте из неудач. И тут же рассказывают, что если на пути к цели встречается много преград, то, возможно, вы ломитесь не в ту дверь, и это не ваше. Вот такой вот вопрос. Я на самом деле думала долго над этим вопросом, потому что и сопротивление судьбы, они же и есть предостережения. И я подумала, что мы хотим спросить Михаила Бородянского, который занимается управлением событиями жизни, и он, наверное, лучше всех поможет нам разобраться с этим вопросом. Правильно? Здравствуйте всем. Да, я когда посмотрел это видео, у меня было ощущение, ну как же так, меня не позвали, хотя бы маленькое слово в это дело. А никого не позвали, это было по дороге на Раду. Никого не позвали, это спонтанно было. Потому что я много лет действительно этим занимаюсь, и разные этапы я проходил в жизни взгляда на эти знаки, могу сейчас немножко этим поделиться. Вообще, я считаю, что знаки это язык, на котором с нами разговаривает жизнь. Вот у жизни нет с нами прямого канала доступа, да, как-то редко, мало кто из наших там знакомых слышит какие-то прямые указания сверху, да. Есть те, кто слышит голоса, но сейчас не про них. Мы по жизни как-то двигаемся, и мы отправляем запросы явно или не явно, мы чего-то хотим, просим, о чем-то мечтаем. Но вот жизнь нам отвечает каким-то странным таким вот образом, и если мы научимся эти знаки понимать, слышать и как-то руководствоваться ими, то получается, что мы с жизнью в диалоге, а диалог всегда нас вперед куда-то двигает. Поэтому давайте начнем с главного вообще, что такое знак, да, что можно считать за знак, и как нам не провалиться в ситуацию, когда мы воспринимаем, как знак, ну все, да, пробежала черная кошка, это один знак, белая кошка, другой знак, потом их котята пробежали, это третий знак, ну и так далее. Я считаю, что знак – это то, что выпадает из привычного потока событий. Причем бывают внешние знаки, это знаки из внешнего мира, да, какие-то ситуации, потери чего-то, находка чего-то, какое-то сказанное слово кем-то и так далее. А бывают внутренние знаки, это наше состояние. Например, вот у нас что-то внутри меняется внезапно, и это тоже может быть знак. Ну вот как Михаил говорил в этом видео, вы куда-то собирались, там, да, то ли билет потеряет, или еще что-то отменилось, это вот некий внешний знак, билет потерян. А бывает у вас голова заболела в какой-то момент, или там, не знаю, понос вас пробрал, а вам нужно идти на конференцию и так далее. Это наши внутренние знаки. И они не очень отличаются, просто нужно их понимать, что есть такие и такие, и это все тоже знаки. То есть еще раз, то, что выпадает из привычного потока вещей, из привычного потока событий. Иногда это ощущение дежавю, то есть такое ощущение повтора. Мы где-то оказываемся, и у нас есть чувство, что мы это место знаем, или это событие эти уже видели. Это тоже один из вариантов таких внутренних знаков. Вот. И все эти вещи, они нам, в принципе, как-то могут показать дорогу, если мы внимательны к ним. У жизни нету цели нас запутать, и многие люди пытаются в этих знаках разбираться и искать смысл, да. А вот что бы это значило, это же точно знак. Я внутри чувствую, это вот не просто так здесь на дороге этот булыжник оказался, и нужно его обязательно разгадать. Так вот, то, к чему я пришел за, может быть, там, 20 лет поиска этих ответов, знак – это не то, что мы должны интерпретировать разумом. То есть жизнь, она нам не строит специально загадки на пути. То есть это не квест, который мы должны вот куда-то идти и разгадывать, да. Здесь одна загадка, потом разгадал ее, там, другая загадка. Это слишком наше воображение в этом месте разгулялось. Знаки нам нужны для другого. Они нам нужны, чтобы мы проснулись. Проснулись не от того сна, который у нас обычно ночью, а от того потока, в котором мы погружаемся в повседневных делах и заботах и так далее. И когда мы делаем привычные вещи в привычном темпе, то мы отключаемся от контакта с жизнью и от контакта с собой, с душой. Так вот, знак нужен, чтобы мы, ну как это, хорошее такое слово есть русское – встрепенулись. Я вот сейчас пишу книгу как раз по управлению событиями, и я сразу готовлю ее перевод на английский язык. Так вот, на английском нет слова эквивалентного слова «встрепенулись», да, там есть что-то, но так не подходит. А вот русское слово «встрепенулся» – это такое хорошо, то есть как бы очнулся, проснулся что ли от этого внутреннего погружения. А можно вопрос? Да. Вот. Вопрос вот такой. У меня бывают дни, например, которые я расцениваю, ну как непруха какая-то, да. То есть, ну вот буквально несколько дней назад я там решала какие-то вопросы по телефону. Значит, в одном месте я просидела два часа на полде, так не выдержала, сбросила. Позвонила совершенно по другому вопросу в другой компании, опять просидела столько же. И думаю, ну все, сегодня не мой день, ничего не решается. И после того, как я подумала, что сегодня не мой день, вроде бы стало даже все как-то нормально решаться. То есть вот является ли вот это осознание того, что я, как бы, сказала наоборот, что сегодня вот как бы неудачный день, да? То есть как бы вот это и есть просыпание какое-то, да? То есть я что-то… Это один из вариантов просыпания. Сейчас нужно говорить, насколько вам самые лучшие или не самые, но это тоже вариант, да, когда мы вдруг скажем так, что-то происходит не то. То есть для меня это был сигнал, как, окей, сегодня не мой день, значит, я отложила эти звонки, я уже больше звонков никаких не делала, ну и стараюсь уже ничего такого критичного не делать, так по мелочи. Ну и вроде все идет как бы хорошо. Ну, я считаю, что вы на 50% сделали правильно. Это много, да. Повторюсь. А еще 50% можно было добавить к этому, чтобы ситуация перевернулась за, ну, несколько минут. То есть сначала, да, вот сегодня какой-то не тот день, все происходит не так, это все правильно, а потом есть пару упражнений, которые ситуацию все-таки разворачивают. И это, ну, скажем так, это высший пилотаж, мы как-нибудь сами это возьмем в одном из следующих видео. Почему так бывает, когда вот в течение дня события начинают повторяться, да, одно, другое какое-то, то есть раз неудача, два неудачи. Как кино показывает, утром встал, встал с кровати, наступил на кнопку, значит, ойкнул, поднял ногу, опрокинул чашку кофе, ну и так далее все это пошло. Потому что знаки, они обычно выстраиваются в некую цепочку. То есть не бывает так, что на пути какой-то знак пырился, событие странное какое-то и все. Если мы просыпаемся, если мы вот не спим наяву, то мы эту цепочку можем разглядеть. И здесь очень важно, что какие-то такие вот тяжелые знаки, тяжелые события, они не бывает, что приходят сразу. То есть, как я говорю, кирпич никогда не падает на голову сразу. Идет все постепенно. То есть сначала какой-то знак маленький, если мы не проснулись, проехали, не заметили, потом посерьезнее, потом еще серьезнее. Или вот эта череда таких событий, да, раз неудача, два неудачи, три неудачи, чтобы мы проснулись и посмотрели на ситуацию, а что происходит не так. Потому что вот в отличие от многих, кого вы сегодня приводили в пример, даже в начале, да, в вопросе, я считаю, что если мы идем к своей цели, своим путем, то блокирующих препятствий у нас быть не должно. Маленькие препятствия, да, это просто вот дорога. Ну, на дороге бывают повороты, где-то там маленький объезд, где-то еще чего-то. Ну, это жизнь, это не блокирует наше движение. Мы идем все равно и все у нас происходит. Если появляются блокирующие препятствия, то есть человек хотел что-то сделать, да, там, по теме канала, человек хотел, там, эмигрировать, уехать в другую страну, и у него в склады выстал, и вдруг бах, препятствия блокирующие. Все, он дальше этим путем двигаться не может. То есть ему нужно куда-то возвращаться, что-то начинать делать другое и прочее. И вот если есть такое блокирующее препятствие, значит мы что-то здесь нарушили. То есть это не просто жизнь, здесь нужно обязательно разобраться, что это, в чем причина. И причин таких немного на самом деле. То есть тут есть, есть что найти, есть что покопать. Это как вот знаки на дороге, когда мы подъезжаем к переезду железнодорожному. Я уже не помню, как это в Штатах, но вот в России это так. Там есть такие палочки красные. И сначала идут три палочки, что переезд где-то там за 300 метров, потом две палочки, потом одна. И вот это как знаки в нашей жизни. Сначала что-то маленькое происходит. Если мы не заметили, проехали, потом серьезнее, потом серьезнее. Если мы пропустили все знаки перед этим переездом, ну вот так мы заснули, условно говоря. Потом шлагбаум, мы не заметили его, выехали на переезд и все. И нас сбивает поезд. То есть происходит что-то очень тяжелое, такое вот страшное по жизни. И когда мы потом анализируем эти тяжелые события, мы понимаем, ой, а ведь к этому уже что-то вело. И было до этого одно, другое и третье. И Михаил тогда говорил, видишь, когда мы смотрим назад. То нам легко. Да, это вот был знак, это было о том. Но в обычной жизни мы часто эти штуки пропускаем. Поэтому вот мой принцип здесь очень простой. Когда какое-то событие выпадает из печатного потока вещей, то есть то, что мы называем знаком, просто на несколько секунд остановитесь и скажите, так, что-то происходит. Да, мне нужно просто оглядеться по сторонам. И тогда вы увидите следующее и следующее. То есть если вам не надо ехать в какую-то поездку, куда у вас, например, куплены билеты и путевки, то это не будет так, что вот что-то одно произошло и все. Например, вы потеряли билет или забыли что-то. Вы не погружаетесь в это. О, ужас какой! Да, я забыл билет, я теперь опоздаю и прочее. Это вы засыпаете еще больше. Вы отрываетесь от жизни и, начиная это все перемалывать, вы следующие знаки не заметите. А если вы на это смотрите, да, неприятно, но интересно, да, о чем-то жизнь не хочет сказать. Посмотреть вокруг. Может быть, не надо ехать. Может быть, и не надо ехать. Да еще даже не вопрос. Надо, не надо. Просто я смотрю, что происходит. Вы увидите следующий знак. И если жизнь вам хочет показать, что эта поездка не нужна или не нужна в таком виде, или не нужна в это время, то знаков будет достаточно. И самое главное, они станут для вас прозрачными. То есть вам не нужно будет догадываться, а что бы это значило? Надо мне ехать? Не надо? А о том ли это или это вообще о другом? Когда мы просыпаемся, когда мы внимательны к этим знакам, они выстраиваются в абсолютно прозрачную, понятную цепочку. И ясно, ага, вот это вот у нас жизнь от этого уводит, и понятно, что, как и почему. Потому что полотно жизни, полотно событий, оно нам, с нашего взгляда, кажется таким вот непонятным, непрозрачным. А так-то эти связи все они в жизни существуют, и мы часть из них можем увидеть. И вот следующая тема, которую я хотел, кстати, поднять в нашем следующем видео, это о событиях в нашей жизни. Какое имеет значение события, которые с нами произошли, их влияние на следующие события. Но это не про знаки, это про другое. И, кстати, вот эту тему я тоже сейчас пишу в книге, которую выкладываю у себя на сайте, про управление будущим. Там тоже появятся скоро эти материалы, эти главы про события. Вот, вот такой мой взгляд на знаки и то, что с нами происходит. Ну хорошо, а у нас есть какой-то, что с этим делать? Ну хорошо, первое, да, я вот заметил знаки какие-то, ну пускай они несущественные, пускай что-то заметили, и дальше что? А что делать-то с этим? Что делать, это вопрос десятый. Хотя чаще всего у нас возникает сложная ситуация, вопрос, что мне делать. Я всегда говорю своим клиентам, вопрос, что делать, рано. Что делать, оно придет само, когда вы будете в правильном состоянии находиться в отношении какой-то задачи. В отношении знаков правильное состояние – это внимательность и осознанность. Ничего делать не надо. То есть пока ситуация не стала явной и прозрачной настолько, что и вопрос, что делать, ну какой-то глупый, да, понятно, что делать. Нет, ну вот если вопрос с поездкой, да, тогда понятно, что вот с поездкой потеряный билет, начинаешь думать, нужна ли мне поездка. А если идет обычная жизнь, никакой конкретной цели у конкретного рабочего дня нет. Ну делаешь рутину какую-то все, и вдруг вот начинаются какие-то события такие не очень, ну скажем, не то, что они критично плохие или какие-то, но они неприятные, да. Тут тебя продинамили, тут продинамили, начинаешь думать, сегодня какой-то нехороший день. Ну не знаешь, к чему он, собственно, ведет этот день. Не знаешь, что может быть хорошо, что может быть плохо. Ну хорошо, да, констатировали, вот констатировали такой факт, что день не очень хороший. Дальше что? Ничего не делать больше в этот день? Или что-то еще куда-то двигаться дальше? И не знаешь, на какой цели это идет, то есть это непонятно. Да, я понял вопрос. Давайте по аналогии. Представьте себе, что вы идете по лесу, собираете грибы и ягоды, и вроде знакомый лес, ну что-то вы увлеклись, грибов много стало. И в какой-то момент вы чувствуете, что вы заблудились, или вроде как заблудились. Ну вот непонятно, оттуда пришел, оттуда. Вы делаете еще несколько шагов куда-то дальше, куда вам кажется, что правильно. И у вас нарастает ощущение, что вы заблудились. Вы уже такие немножко с напряжением внутренне. Да, страшно, но еще не паника, прямо паника, но такое вот напряжение внутри. Вы идете дальше, куда кажется, что правильно идти дальше, и понимаете, что вы реально заблудились. И тут уже это почти, ну такая тревожная станет паника. Вот для меня о том, о чем вы спрашиваете, очень похоже на эту прогулку по лесу. То есть да, если мы идем по лесу, скажем, что сегодня неудачный день, я сегодня заблудился, и чего дальше? Я заблудился с концами, я буду кричать, звать о помощи, но вы паукали, да, ну скорее всего вас никто не услышал, иначе не было бы этой тревоги. Что нужно сделать в лесу? Ну, во-первых, нужно остановиться и перестать двигаться дальше. То есть нужно просто проснуться и посмотреть вокруг, да, на солнце, на то, на все, что есть, как-то осознать. Нужно стать более осознанным, потому что пять минут назад вы думали о чем? Вы думали о грибах. Вот грибы, вот грибы, да. Вы отключились от леса, вы отключились от себя, вы отключились от жизни, потому что когда мы в полном контакте с собой, с жизнью, мы не можем заблудиться в лесу. Ну, это правда так, да, это знают люди, которые такие вот продвинутые, просветленные, они не заблуждаются в лесу, они заблудились, пошли, знают, куда выйти. Они просто в контакте с собой. Когда мы чем-то увлечены, или это повседневная рутина, или это какая-то идея, то мы этот контакт теряем. То же самое с лесом. Поэтому в лесу мы остановились, огляделись вокруг, ага, где я нахожусь. И хорошо бы сделать несколько шагов назад, если мы знаем, где этот назад, а если не знаем, то мы становимся внимательными, мы становимся очень осознанными, нам нужно понять, на чего. Вопрос, что делать в этот момент, он преждевременный, потому что нет еще ситуации. Если это уже настало, ночью мы застряли на много часов, никого нет, что делать, место, где мы будем ночевать, да. Если еще что, но эта же ситуация пока не та, пока мы просто вот, а, заблудились. И здесь, что делать, это войти в контакт с собой, попытаться так спокойно посмотреть вокруг. Вседневной жизни, когда появляется вот эта вот цепочка неудач, сказать себе, что сегодня неудачный день, ну, это обманка. Лучше сказать себе слова, я заблудился, я просто сегодня пошел не той дорогой. И я могу прямо сейчас сказать себе, стоп, я этой дорогой дальше не иду. Хватит мне кнопки в пятке, хватит мне пролитого кофе на костюм, хватит еще чего-то, все, это просто другой, ну, другой путь. А как бы знать, какая это дорога, ведь это не, мы же не идем конкретно куда-то. Ну, вот пример такой бытовой. Вот не сложились звонки, там пролился кофе, что-то такое. А дальше нужно куда-то ехать. По совершенно каким-то другим делам. И начинаешь думать, садиться ли в машину, ехать ли куда-то, или лучше отложить на другой день. Ну, вот такие вещи. Потому что это же не глобальные какие-то цели, которые прям вот цели всей жизни. Нет, конечно. Это просто обычная рутина. То, что не ехать никуда уже, все отложить. У меня были дни, когда был неудачный день, я точно помню, я уже сказала, что сегодня не мой день. И вот он прекрасно ехал куда-то, и все было нормально, и ничего не случалось. Да, так я говорю, что с фразой сегодня не мой день, вы уже решили половину задачи, это хорошо и нормально. Нет, давайте так, принимать решение, ехать или не ехать, ну, если хочется ехать, то ехать. Если жизнь вам хочет показать, что ехать не надо, то знак в этом месте будет явный и однозначный, если вы будете готовы его увидеть, то есть, если вы не будете спать. Нужно здесь мозг напрягать. Вот эти вот знаки, что были у меня с утра, пролитые кофе и так далее, это знак о том, что мне ехать надо или не надо. Если для вас это непонятно, то едьте. Жизнь захочет вам показать, еще только будьте внимательны, не засыпайте в этом месте. Ну, уж, наверное, если такие маленькие знаки не пропустим, и нам уж не пропустим, правильно? Ну, да, какие-то больше. И если жизни надо будет вам сказать, что нет, то вам кто-то позвонит, что-то отменится и так далее. То есть, это будет. Здесь не нужно думать, что вот, вам с утра что-то показали, и теперь у вас как экзамен. Вы его сдали или не сдали? А вы в этих знаках прочитали сегодня поездка, правильно или нет? Не об этом. Все гораздо проще. Просто будьте осознанны, и вы увидите, ваша дорога идет туда, куда нужно было вечером идти, или не идет, и все. Знаки не для напряжения, знаки скорее для расслабления. Когда ты видишь, ага, чего-то в жизни происходит, то ты можешь, я просто внимательно, я расслабляюсь, я иду в этом потоке, и я смотрю, где что. Я могу немножечко повернуть, но знаки обычно от нас не требуют сразу такой резкой перемены. Резкая перемена, она будет жизнеподготовлена. Мы увидим, что все идет не туда. Но в конце концов, если человек устраивался на работу, и ему в какой-то день не позвонили, значит, снова позвонил, снова достал. Пришел на собеседование, собеседование отменили, он снова еще что-то, один знак, второй, третий, но он в космосе поймет, что это не его ситуация, это не то. И здесь встает другой вопрос. А вот многие говорят, что нужно преодолевать препятствия. Как же так? Вот ты увидел маленькую преграду, одну, вторую, и ты отказался от цели, а это была твоя цель, и просто жизнь хотела тебя в этом месте испытать. Так вот, это немножечко лукавство. И я знаю, что большинство рассказов людей об этом, как они преодолевали огромнейшие трудности на пути к своей великой цели, это не совсем правда. Можно очень долго чего-то пытаться делать, вкладывать очень много в это дело сил, преодолевать преграды и препятствия, и потом добиться своего, но не получит от этого радости. Если вы хотите, чтобы ваша цель, какая-то ваша мечта вам принесла истинную радость, то путь туда не должен лежать через какие-то очень большие препятствия. Ну, жизни не нужно нам строить препятствия, жизни это не нужно, невыгодно абсолютно. Жизни хорошо, когда мы идем к своим целям, каким-то гармоничным, радостным путем, в любви, в хорошем состоянии. А вот эти вот огромнейшие преграды, это признак того, что что-то идет не так, мы где-то переборщили, то ли со значимостью, то ли с каким-то жестким планом нашим, потому что бывает у людей, я хочу достичь не просто своей цели, а прийти к ней именно таким путем, а не каким другим. И вот тогда жизнь здесь начинает нам строить разные интересные ситуации. Я, наверное, скажу очень кромольную какую-то вещь, но посмотрим, как она пройдет. Дело в том, что, когда мы жили еще в Советском Союзе, жизнь все время строила препятствия. То есть это был постоянный процесс, вот именно, ну, я не скажу напролом, вот идти через эти препятствия, но на всяком случае каким-то образом их обходить. И здесь, в Америке, в целом, это проще. То есть вот здесь просто препятствий меньше. Я не знаю, но как-то все решается заметно проще, и действительно можно пользоваться тем, что вы говорите, просто не ломиться, и как-то и путь более нормальный, значит, он правильный, и как-то все проще. Потому что там очень все сложно. А как же там не ломиться через эти препятствия, не обходить их, когда они просто на пути лежат, можно сказать, такие огромные булыжники, одеваться нет. Это мысль не крамольная, но это все же ваша реальность, мне так кажется. И я знаю полным-полно людей, которые уехали жить в другие страны, и у которых препятствий не меньше. И я, кстати, когда был в Америке, я же завел тренинги, я вел консультации, и приходили на консультации люди, которыми рассказывали такие страшные истории. Я думал, господи, где они живут? Они живут в Америке, у них там вся возможность полной и куча. У них препятствия постоянные, они что-то преодолевают изо дня в день. Это такой кошмар. И то же самое в России, и то же самое где-то еще. Поэтому это просто другая дорога, это другая реальность, это та дорога, по которой человек иногда очень привык идти, и ему бывает самому с нее не свернуть. Вот есть люди, которые постоянно через преграды. Это образ жизни, мы преодолеваем препятствия. Это такой, это великий подвиг, и в общем эти люди, они достойны уважения. И я, кстати, всегда к таким клиентам отношусь очень уважительно, я понимаю, что ну вот это сейчас путь этого человека. Когда-то это был мой путь, на каком-то этапе жизни, я тоже шел через преграды, через препятствия, через все. Но любой человек в какой-то момент может сказать себе вот в отношении этого пути и этих преград, препятствий, с которыми он сталкивался, он может сказать себе я это уже реализовал. Спасибо этому времени. Я по этому пути шел, я по нему сколько-то прошел, я чему-то научился, что-то потерял, что-то приобрел. Мне было трудно, это или что-то было нужно, но сейчас я хочу идти другой дорогой. Как идти другой дорогой, это вопрос второй, и на самом деле он гораздо проще и легче, как это ни казалось бы странным. Люди спрашивают, а как мне пойти, у меня такие трудности, у меня тут денег нет, возможности нет, там пожилые родители на мне и так далее. И как мне двигаться вперед? Я говорю, как это, это 5 процентов. 95 процентов это просто решить и сказать себе честно, что то, что было, то было, это реализовано, теперь я хочу и намерен делать по-другому. И когда это состояние уже есть, то дальше можно все складывать. Ну, на самом деле, мы в последнее время очень так активно управляем своей реальностью, и действительно оно работает, вот, как ни крути, а вот какие-то вещи такие по вилочам все равно, это само собой решается все и все. Действительно, от правильного отношения оно меняет. Да, даже самые тяжелые ситуации, они раскручиваются каким-то образом. Поэтому, если говорить сейчас, еще раз так вот резюнируя все, что мы обсудили, про знаки, в чем есть инструмент? Инструмент есть в том, чтобы когда мы заметили, что-то идет не так, какое-то вот событие выпадает, чтобы мы просто вот так, ага, погляделись. Чуть расширили глаза, чуть-чуть отключились от грибов и ягод, а посмотрели вокруг. Чуточку прислушались к своему состоянию. А как я себя сейчас чувствую? Вот то, что происходит, то, что делается, мне внутри комфортно или некомфортно? Ведь можно на себя пролить чашку этого утреннего кофе на какой-то костюм, собираясь идти на встречу, и такое облегчение внутри наступает. Голова говорит, как же так, я теперь буду отменять встречу, это ужасно, это важная встреча. А внутри хорошо, потому что внутри, ну там, не знаю, давайте назовем это душа, душа говорит, не хочу на эту встречу, не надо на эту встречу, это уведет меня не в ту сторону. И вот если в этот момент, когда вы просыпаетесь, вы к себе обратились, спросите, а вот мне там вот от этого варианта, который был нужен или который сейчас с этим кофе получился, мне внутри как? Лучше или хуже? И если внутри, если честно, скажете, что лучше, то ну вот ура этому знаку и так далее. Поэтому, может быть, ваша формула, то, что вы говорите, что вот это неудачный день, она как раз и делает ту самую паузу, ту самую остановку. Безусловно, да, конечно. Да, это вот какая-то другая дорога, я по ней никогда буду, чем другим заниматься. Ну, в следующий вопрос возникает, а к чему бы это? Да? Вот, а к чему бы это? Это лукавый вопрос. Вы не узнаете, к чему это сейчас. То есть, момент, когда мы себе задаем вопрос, а к чему это? Вопрос такой, мозгом, да? А что бы это значило? А куда меня это приведет? Это уже перегруз мозга. Вот, наверное, жизнь, она как-то так устроена, ей хочется от нас здесь очень взвешенного, среднего отношения. Есть вариант, когда мы заснувшие, абсолютно такие, грибы собираем, да, и все, и не видим, что вокруг, и себя. Есть вариант, когда мы ищем, о чем это, что это значит, куда дальше двигаться, ну как, как, время идет, я не успеваю, вот это, вот это. Вот, не то, не то, оно нас не ведет к успеху. Есть какая-то серединка, я просто осознанный, я просто проснувшийся, но я не пытаюсь пожрать мир своим разумом прямо сейчас, да вот, сожрать все, что мне доступно мозгом и сделать вывод, не надо здесь быть жадными, голодными. Информация, которая вам сегодня нужна, она придет в той форме, которая вам доступна. Поэтому разгадывание знаков, это просто тренировка мозга, она не приводит к успеху. Внимательность к знакам, да, то, что я сказал в начале, тот знак, который вам покажет, что вот здесь точно поворот, он будет явным, вы его не проедете, и не заснете. Ну что же, это подход, это подход, это какой-то инструмент, и я думаю, у нас есть на канале люди, которым активно нравится то, о чем мы говорим, есть люди, которые говорят, что все это чепуха, но во всяком случае, мы сказали то, что хотели, а кто проснулся, услышал, это уже как бы другой вопрос. Подробнее будет в книге, вот, я уже сказал, что я начал выкладывать в интернете, в открытый доступ, ну потихонечку главы эти будут появляться, и про знаки, и про события. А в следующий раз, давайте мы через недельку поговорим о событиях нашей жизни, это будет такое хорошее продолжение знаков, потому что эта тема отсюда вытекает, вообще как быть с этими событиями, и с чем они связаны. Окей, ну хорошо, тогда на этом мы как бы считаем, наша встреча закончена, мы ждем откликов, да, и вопросов. Да, Всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто был с нами. Пока. До встречи, удачи. До свидания. И будьте проснувшиеся. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok